Хабаровск присоединится к празднованию дня рождения Фёдора Шаляпина. 13 февраля российскому оперному певцу исполнилось бы 150 лет. По всей России проходят выставки, концерты, творческие вечера. В Краевом центре о жизни Шаляпина хабаровчанам расскажут в Музее Говорящих Машин. Музыкальная экскурсия в репортаже Ульяны Крамаренко. Патефон 1905 года в Музее Говорящих Машин запускают нечасто. Но сейчас случай особый. Уникальная пластинка, ровесница этого проигрывателя и одна из первых в дореволюционной России. Она достаточно толстая, односторонняя, тяжелая. Но уже в этот момент, представьте, какая была его популярность, что его записи начали подделывать. И здесь даже есть специальный оттиск, где написано, что, коль вы сделаете копию с этой пластинки, и ждите, что вас накажут по закону. Федор Шаляпин стал пионером российской звукозаписи. Пока одни исполнители считали, что голос должен быть живым, а остальное обман, Шаляпин, напротив, говорил, что это шанс выступить перед многомиллионной аудиторией. В Музее Говорящих Машин целая коллекция пластинок с его репертуаром. За свою жизнь певец исполнил более 600 арий и романцев. Поэтому главными рассказчиками о его жизни будут пластинки. Экскурсовод лишь дополнит их яркими деталями. Шаляпин в личной жизни был тоже довольно страстным человеком. И когда в Нижний Новгород приехала итальянка Эолла Старняги, он не смог устоять перед ее глазами, черными очами. И вот этот романс, который он исполняет, это, в общем-то, романс, который он посвятил ей. Три последних куплета этой песни Федор Шаляпин сочинил сам. В таком виде произведение дошло и до наших времен. За вклад в развитие мировой звукозаписи Шаляпину даже установили звезду на Аллее славы в Голливуде. И пока он единственный российский исполнитель, кто удостоился такой чести. Я думаю, что сама мысль о том, что пластинки, которые записывались с начала 20 века, слушаются в небольшом музее в Хабаровске в 2023 году. Я думаю, что если бы Федор Иванович Шаляпин об этом знал, он бы был невероятно этому рад. В музыкальную экскурсию, посвященную исполнителю, включены самые важные и интересные моменты его биографии. Каким был Шаляпин в работе, в кругу семьи и даже что он любил на обед, можно узнать 3 февраля в Музее говорящих машин.